Дорогие дамы, здравствуйте еще раз. По комментариям предыдущего подкаста мы поняли, что мы вам зашли, и поэтому продолжаем. Сегодня с девочками у нас договоренность. Мы зададим друг другу пять нелицеприятных вопросов, которые мы бы не задали друг другу, конечно же, если бы мы просто сидели в приватной обстановке. Но так как здесь только я, мы и камера, то никто ничего не узнает. Поэтому сегодня мы поговорим о тех вопросах, которые можно задать только модели-онлифан, девочке из инфобизнеса и сутенерше. Поэтому погнали. Настя, первый вопрос. И первый мой вопрос будет тебе. Сколько стоит продать девственность? Итак, экспертное мнение по продаже девственности. Самая дорогая продажа девственности у нас происходит в Дубае. Конечно же, все знают, что там есть шейхи. Но есть те шейхи, которые платят за девственность от 50 тысяч долларов и выше. В России вы тоже можете продать девственность, но там все интереснее. Например, ты можешь притвориться девственницей, и это будет стоить от двух до пяти тысяч долларов. Ты можешь пришить себе девственность, то есть зашить там все. И даже на осмотре гинеколога ты будешь казаться девственницей. И это также будет стоить около пяти тысяч долларов. Но если ты пройдешь все проверки, нарвешься на правильного менеджера и поймешь, где правильный мужчина, а он будет в Дубае или в Саудовской Аравии, поверь мне, моя хорошая, то там может быть ценник от 50 до 100 тысяч долларов за один раз. Жанна, твой вопрос? Твое отношение к твоим сотрудницам во время работы были любимчики? Были беспроблемные. То есть были девушки, которые я понимала, что я их отправлю, и все будет хорошо. Круто, не конфликтно, она не нажрется, не нафигачится, не устроит проблем, выйдет нормально из конфликта. И таких девочек, конечно же, я рекомендую в первую очередь. Девочки, которые имеют проблемы с коммуникацией, они могут быть даже красивыми, но я их не порекомендую тем мужчинам, которых я уважаю. Поэтому самое главное это все-таки не внешность, а умение себя вести. Настя. Давай следующий мой вопрос будет тебе, Жанна. А какая у тебя любимая секс-игрушка? Секс-игрушка? Ага. Ой, ну из последнего, наверное... Блин, я не помню, как она называется, которая создает эффект вакуума на плитере. Тебе реально нравится эта фигня? Я пробовала, но нифига не получилось. Блин, мне понравилось. Такая на яйцо похожа, да? Нет. Так, поговорим с тобой дома. Блин, реально, я на самом деле не очень часто просто... Мы вставим видеофотографию этой игрушки. В контенте пользуются игрушками. Я не пользуюсь, но в своей личной жизни я пользуюсь ими, бывает. Вот. И вот у меня есть там такая вот маленькие кружочки, у нас этот эффект, например, на плитер такой... Тут пылесосик. Вот. Окей. Вот он у меня из последнего впечатления. Твой вопрос? А еще, на самом деле, я недавно купила маленький такой ручной массажер для спины. Вот. И массажировала им спину, и там очень была такая сильная вибрация. И я решила поднести его туда. Вот. И это на самом деле сработало. Вот. Я знаю, что дарить тебе на здоровье. Окей. Ты мне дарила такую штучку. Это тоже был массажер для спины. На самом деле, реально, получается, массажеры для спины выполняют... У меня есть друг. Многие мои друзья знают его. Он розовый. Он очень красивый. И в этом видео, конечно же, будет его фотография. Его зовут Масик, и он со мной три года. И именно он позволяет мне оставаться такой целомудренной в отношениях. Потому что, когда Масик рядом со мной, мне абсолютно похуй на все члены, которые находятся вокруг. Именно потому что я знаю, что сравниться с Масиком может только человек, который задел самые тонкие струны моей души. Поэтому, мои хорошие мальчики, если вы смотрите этот подкаст, пожалуйста, учитесь трахать жестче. Сейчас немножко объясню. Вот это быстрее, а вот это жестче. Запомнили? Молодцы. Настичка. Твой вопрос? Вопрос тебе. Расскажи про знаменитости, которых ты обслуживала. Обслуживала или продавала? Ну, кому ты продавала? Кто у нас из знаменитостей пользуется услугами эскорта? Все. И фамилию, имя, пожалуйста, в студию. Дорогие мои девочки и мальчики. Жанне не буду рассказывать, она в курсе. Насте, пожалуй, расскажу. Любой мужчина, как только он получает в свое распоряжение энное количество денег, он думает о том, что на эти деньги можно купить. И в какой-то момент, примерно где-то на второй минуте его размышлений, к нему приходит в голову мысль, что он может купить на эти деньги женщину. У каждого мужчины есть свой секс-фетиш. У кого-то это порномодель, у кого-то это певица, у кого-то это актриса, кто-то просто течет под знаменитостям, например. И как только мужчина получает в свое распоряжение энное количество денег, он думает, что он может вдуть за свое количество в облах. Возвращаясь к твоему вопросу, средняя телеведущая стоит около 150 тысяч рублей. Не очень дорого. А певица высокого разряда может стоить миллион-два. Есть девочки, которые уже перешли определенный порог денег, и они бесценны. Но опять же, что такое значит бесценны? Это значит, что ты можешь им предложить ту сумму, которую пока еще не предложил никто. Во всяком случае попытаться. И предложить сумму, это не значит написать ей в директ «Малышка, 6 миллионов». Нет. Это нужно написать «Малышка, я знаю твой номер телефона». И только что на него упало 6 миллионов. И это от меня. Встречаемся здесь, в ресторане «Русский» в 20.00. Будь уверен, она придет. Зай, но ты не ответила на мой вопрос. Мне было интересно, кто из мужчин, которые… Малыш, ты хочешь, чтобы мы отсюда уехали в здание ФСБ? То есть нельзя, да? Ой, на ушко потом расскажешь? На ушко потом расскажу. Хорошо. Жанна. Жанна. Самые важные три критерия в мужчине для тебя, если ты его рассматриваешь для отношений, сексуальных отношений? Для меня доход 100%. Я не рассматриваю мужчин, которые зарабатывают меньше 20 миллионов, потому что их мышление тогда похоже на мое. Если меньше, то нет, но где-то лет в 25 я поняла, что миллионеры меня больше не интересуют. Только миллиардеры, извините. Для меня очень важно, чтобы корона не падала. То есть что это значит? Чтобы мужчина был вежливый, с персоналом, с теми людьми, которые от него зависят. Чтобы в стрессовых ситуациях он не терял лицо. Чтобы если ему больно, страшно, непонятно, неприятно, он был как будто в свете софитов. Вот такой, чтобы его можно было снять и выкинуть как предмет для подражания. Мне это очень важно. И третий пункт, третий фактор, наверное, просто на меня нужно молиться. Ну вот так, вставать с утра и говорить. Анастасия, здравствуйте. Я очень рад поклоняться сегодня вам. Спасибо, что вы мне дали эту привилегию. С другими мужчинами, к сожалению, не общаюсь, но из этих строится очередь, как ни странно. Возможно, потому что я богин. Так, на, вопрос тебе. Давай. А чувствуешь ли ты себя сильнее мужчин? Я только сегодня эту тему разбирала. У меня есть две категории мужчин. Это мужчины сильнее меня и слабее меня. И почему-то я влюбляюсь в тех, кто меня слабее. Как ты их определяешь? Сильнее тебя или слабее тебя? По финансовому состоянию. Так и знала. Да. Если мужчина меня сильнее. Зарабатывает больше тебя своими. Мне кажется, я недостойна. Типа у меня бывает такой триггер. Так, скажи, пожалуйста, а что в твоем понимании нормально зарабатывает? Цифра. Ну, пять-десять миллионов хотя бы, вот это минимум. Господи, что за ничью. Ну, вот понимаешь, у меня есть мужчины, которые зарабатывают там 40 миллионов в месяц. У меня 40, извините. Вот, 40 миллионов в месяц. Это одна история. Есть мужчины, которые в моем поле зарабатывают меньше миллионов. И для меня, но я вижу в них перспективу. Бедный ты мой мальчик, ты всего добьешься, у тебя все получится, просто не со мной. Да. Вот это доминирование, которое компенсируется за счет того, что мужчины, которые сильнее меня, мне кажется, я их недостойна, недостаточно хороша. И поэтому, мне кажется, у меня есть такая тема, что я компенсирую это за счет мужчин, которые зарабатывают меньше, чем я. И вот. Самый важный вопрос и нюанс для большинства девушек. Многие из вас оценивают перспективу. И поэтому на вашем уровне я задам этот вопрос Насте. Потому что она все-таки зарабатывает деньги. Прошу меня, простите. Итак, Настя, сколько миллионеров ты предсказала? Вот скольких из них ты видела в нуле, поняла, что они из себя что-то представляют, и они чего-то добились? Ну, у меня сейчас сразу два человека из жизни, которые пишут голову. Они есть. Бывший мой молодой человек, я точно знала, что он добьется успеха, он сейчас долларовый миллионер. Ну, я прям видела перспективу в нем, и все получилось. И была девушка, мы с ней познакомились, и я точно знала, что она добьется успеха, тоже с ней общалась. И она реально стрельнула, смогла. Настя. Ван Гуй, я, ты у меня будешь долларовой миллиардершей, мульти-миллиардершей. Никак иначе. Вау. Жанна, перспектива мужчин. Если ты считаешь мужчину перспективным, было ли у тебя такое, что ты видела человека, когда он еще был никем, и он стал кем-то, и ты это предсказала? Ну, чтобы на моих глазах он добился успеха. Да, чтобы ты видела его в нулях и понимала, что он стрельнет, и он стрельнет. У меня было такое, но вот я сейчас понимаю, но он еще растет. Но от каких до каких цифр? От каких? Ой, ну это сравнительно небольшие цифры с вашими. Я поняла. То есть девочка, которая занимается он-де-фан, не совсем объективно оценивает мужчину. Девочка, которая занимается инфобизом, чуть объективнее. Но когда вы, мои хорошие, начнете видеть в мужчинах перспективу и талант, и вот-вот-вот все, он разовьется, и он добьется всего рядом с тобой, задай себе, пожалуйста, вопрос. Хоть раз ты ванговала так, чтобы он на твоих глазах был никем и стал кем-то, и ты это предсказала? Если нет, то все твои предположения относительно мужчины, вся твоя вера в него и вся эта хуйня, которую ты забиваешь себе в голову в надежде, что рядом с тобой он станет кем-то другим, поверь, малышка, это чушь. Настя, твой вопрос. Жанна, вопрос тебе. Действительно ли ты испытываешь оргазм на камеру? О, нет, конечно. То есть это актерская игра? Ну, конечно. Вот так. То есть ты не проживаешь? Блядь, я не верю. Не, ну как бы я от всей души играю. Я не видела ее, честно, я не видела ее, но сейчас я, блядь, посмотрю. То есть ты симулируешь. Так, чтобы тебе верили люди на 30 тысяч долларов, на секундочку. Ну, было такое, что испытывала во время процесса, реально кайфанула, вошла там в антураж и кончила. Ну, у меня на самом деле такой контент, который я делаю, он немножко такой, как бы я не перехожу в определенную грань. То есть, ну типа я на самом деле, как бы я в жизни разъемлю. Она блинчики готовит в красивом просто фейковом платье вот там горничать. Да, и то есть, ну конечно, больше. Но мне на самом деле, то есть, ну типа для достижения моего эффекта нужно больше времени, чем я трачу на свой контент. Поэтому я имитирую. А со своим мужчиной ты всегда кончаешь? Ну, практически всегда. Порой бывает. Не, ну когда... Ты имитируешь оргазм со своим мужчиной? Я на самом деле не имитирую, я просто наслаждаюсь процессом. Я не пытаюсь имитировать. Когда он есть, он есть. Ну, я всегда на самом деле, ну, если это окончилось хэппи-эндом, это прекрасно. Если это не окончилось, то это тоже хорошо. Настя, имитация оргазма? Да было, конечно. Ну, зачастую это было, потому что ты уже можешь, не можешь, не хочешь, или там, типа, надоело. Такое всего. Так, сейчас будку лаком по столу, извините. Дорогие мои хорошие, до тех пор, пока вы будете имитировать оргазмы, ваши мужики будут хуёвыми любовниками. Хорош, пускай корячатся. Я серьёзно говорю, прекращайте. Они не станут вас нормально трахать до тех пор, пока вы пытаетесь поднять их самооценку их несуществующим действиям. Пожалуйста, я очень вас прошу, если вам никак, ну, лежите с лицом, как будто вам никак, пускай старается. Тогда он хотя бы чему-то научится. Иначе пойдут годы, в которые вы стонете, а потом говорите. Вот я тебе вслед кричала, что я с тобой никогда не кончала. Так что, мои хорошие, welcome. Твой вопрос? Вопрос тебе, Настя. Какой самый большой гонорар ты получала? От мужчины? От мужчины. За секс или за сопровождение? Мы можем разделить за секс и за сопровождение. Понимаешь, я никогда особо не была эскортницей. Ну, ты же занималась тем, что ты продавала девушек. Да. Вот с этого дела. Какой у тебя был самый большой гонорар? 20 миллионов рублей. За одну девочку? Нет, не за одну. За сопровождение тусовки. А точно ли я этим занималась? Возможно, нет, но суть в том, что я, этот человек, который в прошлом, в прошлом, уважаемый ФСБ, был человеком, который организовывает атмосферу тусовки. Я смотрю, чтобы все танцевали, все разговаривали, все со всеми нормально общались. Я регулирую все конфликты. Я смотрю за состоянием мужчин, состоянием женщин. Я держу все это на контроле. Я понимаю, у кого отправить домой. Я понимаю, у кого оставить. И мои чаевые, конкретно мои чаевые, это то, что я даю девушкам отчасти, что-то я оставляю себе. Я всегда все отдавала девчонкам. Просто потому, что я знала, что если я классно провела тусовку, мне дадут в два или в три раза больше. Так и получилось. Класс. Это получается за один вечер, за одну тусовку. Это может быть за неделю. То есть тусовка организуется от трех до семи дней. Ну, мне платили просто потому, что я. Просто потому, что знали, что если я зайду на тусовку, вне зависимости от того, какие будут мужчины, в каком они будут состоянии, вне зависимости от того, какие будут девушки, все будет на уровне. Я умею. Красотка. Жанна, твой вопрос. Как мужчины, приходящие в твою жизнь, тебе относились к твоей работе? Как ты совмещала эту личную жизнь, работу, как им объясняла? Самое страшное для мужчин, которые приходили в мою жизнь, как партнеры, как секс, ты имеешь в виду? Да. Мужчины-заказчики это уважали. Они знали, что я из себя представляю. Мужчины, которые со мной встречались, и для них самое страшное было, чтобы я была не эскортом. То есть профессию менеджера воспринимают хорошо. А профессию эскортницы, ну, если ты нравишься человеку, он пытается тебя выкупить. Ну, то есть оставить тебя себе. Мужчина всегда платит за эксклюзив. Если мужчина, ну, как бы встречает тебя как менеджера, он пытается тебя, он воспринимает это как работу. Ну, то есть он не воспринимает тебя блядью, шлюхой, продажной, еще какой-то. Он воспринимает тебя как бизнес-партнера. Именно поэтому я ушла в менеджеризе. Потому что мне не нравилось вот именно тот момент, что мужчина может меня купить, и я должна делать то, что он скажет. Я бунтарь. Мне нужно выебниться. А вот выебываться я умею очень хорошо. И мне повезло. На старте моей карьеры, назову это так, мне попалась подружка, которая уже очень хорошо продавала девушек на Дубай. И ей реально не хватало ресурсов. И я на первую тему поехала. Тема — это эскортное сопровождение. Я поехала просто как девушка-имидж-модель, которая просто находится в тусовке, но не занимается сексом. И у меня очень хорошие организационные способности. И из-за того, что тусовка прошла очень круто благодаря мне, я разрулила там два конфликта сразу на первой тусовке, а девушка взяла меня в партнеры. И я поняла, что можно никому не сосать и получать в два, в три, в десять раз больше. Мне понравилось. И основное, для чего я пошла в эту профессию, это познакомиться с заказчиками. Знакомиться с заказчиками гораздо проще с позиции менеджера, чем с позиции все-таки эскортницы или проститутки. Поэтому менеджер — это просто как какой-то офисный работник. В этом ничего такого нет. Жанна, что бы ты пожелала себе в восемнадцать лет? В восемнадцать лет более любить или ценить. А ты сейчас себя любишь? Да, сейчас я себя люблю. Это отличается от того, что было в восемнадцать? Ну да. А в чём отличие? Ну, мне как-то никто не объяснял, когда я была, когда я взрослела, когда я пропустила тот момент, то есть меня воспитала мать и пропустила те моменты, ну, на самом деле, даже моменты сексуального воспитания. Конкретизировать? Конкретизировать, то есть, ну... Что бы ты хотела, чтобы тебе сказали, а что тебе не сказали? Мне бы хотелось больше эмпатии, на самом деле, от родителей. От родителя. В сексе? Нет, нет, нет. Нет, если изгладывать раньше, то есть, ну, типа, если изгладывать раньше, ты повлияла бы на меня более старшую. Вот, просто я уже потом с лето набивала эти шишки. На самом деле, в восемнадцать лет это очень такие базовые моменты. Окей, три совета себе в восемнадцать лет. Больше верить в себя, что у меня всё получится. Угу. Ценить себя. Угу. Угу. Ещё один. Тебе восемнадцать, ты стоишь на пороге универа. Что ты хочешь себе сказать? Восемнадцать. Я вот только закончила колесо, я бы максимально не хотела дальше идти учиться. Может быть, сказать, что не ходить? Не ходить? Ну, на самом деле, я бы сказала себе, что иди учиться. Иди учиться? Да, идти учиться. А почему? Ну, на самом деле, тогда был такой возраст восприимчивый к учебе. Угу. Вот. То есть, ну, типа, а что тебе делать, кроме как молодой, кроме как учиться? Вот. Тогда, закончив колледж, мне показалось, думаю, да ну, нафиг, зачем мне это высшее образование? Я лучше. Скажи, а если бы ты занималась онликом с восемнадцати лет, что бы было с тобой сейчас? О-о-о, ну, это на самом деле другой вопрос. Мне кажется, я была бы на этой ступени намного более бы выше. Больше денег было бы? Да, больше денег было бы. А поведение твое как бы изменилось как-то? Отношение к мужчинам, возможно? Возможно. А как бы изменилось? Не знаю, честно, не знаю. Не могу сказать. Окей. Хорошо. Настя, какие качества нужны девушке в бизнесе? Наверное, первое – это отсутствие страха. Конкретизируй. Я могу опираться только на свой жизненный опыт. Мы о нём не спрашиваем. Потому что все женщины разные и все по-разному строят свои бизнесы. Но то, что работает у одной женщины, не сработает у меня. И как работает у меня, не сработает у другой. Это факт. И для меня первый критерий, который бы я выделила – это не бояться рисковать. Это факт. Потому что если все вокруг тебе скажут, что это не работает, так не делается, а ты чувствуешь… У тебя много кто говорил, что вообще вот с детства что-то не получится, не прокастись сможешь. Да. И даже сейчас я сталкиваюсь с тем, что делая какой-то проект, те же топы, допустим, инфобизнесы, которые делают что-то похоже, говорят, что так не работает. Настя. Они сливают всю конкурентку. Камон. Конечно. По именам не буду перечислять, но мы всё поняли. Вот. Говорят, что так не работает, так не делается. А я чувствую, что это сработает у меня. И вот это вот доверие себе и страх рисковать, он приводил меня часто к большим результатам. Второе – это чувство нет трендов. Это очень сильно работает. Вот эмпатия в жизни. Чувство тренда? Чувство тренда. Если ты понимаешь, что на рынке нужно, что нужно людям, что нужно… А как ты это понимаешь? Это, наверное, сильно развитая интуиция внутри себя. А насмотренность? Насмотренность, да. Но интуиция здесь играет больше роли. Потому что ты не можешь предсказать какие-то моменты, когда рынок пойдёт в другую сторону. Но твоя интуиция может реально тебе помочь в этом. У меня было такое, что я просто чувствовала, что вот сейчас случится это. И нужно сделать так. Суть в том, что у меня часто в жизни происходит так, что я нахожусь… У меня сейчас клиенты, допустим, почему они любят работать со мной? Я погружаюсь в их рынок. У меня достаточно день-два. И я понимаю рынок, и что в нём нужно. И что сделать так, чтобы конкретно твой продукт в этом рынке вышел, стрельнул, стал конкурентоспособным. А для этого очень важно своё состояние держать. То есть как раз-таки работа с собой. Работа с состоянием. Или своя стабильность. То есть своя внутренняя стабильность нужна. Если ты хочешь работать с чем-то масштабным, работать с другими людьми, тебе очень важно. Люди покупают всё равно не продукт, а тебя, твоё состояние. Это вот реально работает. Чем больше ты внутри себя прокачанный, чем больше твоё состояние прокачано, чем больше твой мозг в свободном моменте, тем лучше ты будешь слышать. То есть чем больше ты считаешь себя экспертом и готова воспринять других людей, тем больше у тебя будет клиентов. Правильно я понимаю? Тебе больше себя будет любить клиенты. Тут ещё тоже важно. Если ты просто начитался книжек, отучился, и ты такой алиэксперт, то вот этот фейк будет считываться. Типа психологов. Трушной ты должна быть. Должна быть собой. Найти себя. Если ты трушная по жизни, и ты в свою профессию себя аунатично свою заносишь, то это будет считываться, и к тебе, скорее всего, больше пойдут клиенты. То есть не такая, как все. Настоящая. Настоящая, да. Третий фактор. Третий фактор. В бизнесе очень важно, если, допустим, у тебя есть сильные качества определённые. Вот, допустим, я не системный человек, но я очень суперинтуитивная. Я очень чувствую тренды. Ну, в смысле не системная? То есть у тебя не собито расписание, график там всё. У меня есть ассистент. Он, кстати, там сидит. И в этом прикол, что если я не системная, и я не люблю какие-то мелкие задачи, и то нужно выбрать рядом таких людей, команду выстроить таким образом, чтобы те твои пробелы, которые есть в тебе, закрывала твоя команда. Ой, да, очень круто. Вот, потому что мой первый бизнес, он был, мне было 18 лет, я занималась израильской косметикой. Я просто, вот опять же, вот эта интуиция, мне всё помогло сделать, мне всегда люди нужные попадались. Первая партия в салоны красоты разошлась, а вторая партия уже не нужна в эти салоны красоты, они уже, ну, типа пользуются этой косметикой. И нужно новых клиентов искать. А из-за того, что вот 18 лет я в потоке, я в моменте, у меня там съёмка, то съёмка у меня не было команды, бизнес просто в какой-то момент ушёл в никуда. У меня эта партия стояла очень долго дома, и в итоге просто подружкам раздавала. И думала, блин, бизнес, наверное, не моё. А со временем поняла, что просто те задачи, которые мне не нравятся делать, могут делать другие люди, которые в этом разбираются. Допустим, если ты там суперсистемная, да, вот у тебя всё по полочкам, тебе не хватает вот этих идей какой-то, генерации, ты же можешь взять креатора. Ты или системная, или творческая. Ну, зачастую, да, такое. Есть, конечно, я в себе, допустим, прокачиваю дисциплину, поэтому во мне системность присутствует. Но во мне есть момент того, что я не люблю что-то делать, и понимаю, что мне легче делегировать это. И это очень сильно меня спасает по жизни. А как ты научилась делегировать? У меня никогда не было бизнес-наставников. Я все время шла своими дорожками. Понимала, что всё, вот типа у меня есть большая цель, я к ней иду, что-то происходит, и меня начинают высасывать просто там заполнить бумажки, отправить чеки, забронировать это. Меня это начало высасывать, что вот эта большая цель становилась как будто всё дальше. Потому что вот эти мелкие задачи, которые я ненавижу, работаю с документами. Вот просто терпеть не могу. Я живу в стендерах, я работаю с документами, так что я не люблю. Вот у меня до сих пор я прилетела, там две недели документ один заполнить не могу, потому что меня раздражают эти госуслуги. Вот, ну не могу. И мне легче дать этой ассистенту задачу, чтобы он там всё заполнил, сделал. И я вообще туда даже внимания своё не направляла. То есть умение делегировать третий навык? Да, поэтому на третий или четвёртый уже... Треть? Да. Окей, спасибо, интересно. Жанна, три навыка, которые нужны девушке для того, чтобы работать в OnlyFans. Зарабатывать в OnlyFans, иначе скажу. То есть чтобы быть топовой моделью OnlyFans. Ну, наверное, точно для себя понять, зачем ты туда идёшь, ну типа и что от тебя могут попросить. Конкретизируй. Основной заработок идёт от Custom. Это кастомные видео, которые тебя просят. И там могут попросить для тебя сказать, например, имя, для которого ты делаешь это видео. И для кого-то это неприемлемо. То есть индивидуальный контент какой-то. Да, индивидуальный подход. Наверное, индивидуальный подход, потому что это не каждому, соответственно, который у тебя купил подписку за 20 долларов в месяц. Это то, когда это требует. И когда это требует, тебе нужно персонализировать контент. Ну, второе качество, наверное, быть такое, держать интригу. Все такое. Поясни. Держать интригу. Тоже очень важно в этой сфере не сразу показать себя. Не сразу показать все свои стороны, чтобы было интересно в дальнейшем подписчикам, что ты не всё показала. То есть быть интересной в этом. То есть ты сняла плечик, она не показала трусики? Просто поясни. Я как человек, который немножко далёк, мне сложно для понимания. Я думаю, зрителям будет так же. Ну вот, например, ты заводишь аккаунт и в своём аккаунте, например, в ленте, когда она тебе подпакивает подписку, чтобы ты, например, в ленте не показывала сразу свои все сси-писи, которые у тебя есть. Потому что, например, основное происходит из личного общения с твоими подписчиками. Да, да. Потому что, когда она у тебя подписывается, они смотрят свою ленту, на которую они подписались. Там у тебя есть бесплатный платный аккаунт. Платный аккаунт, условно, там 20 долларов в месяц. Вот, они смотрят. И там на ленте у тебя всё есть. И мне о чем с тобой дальше общаться. Вот, когда у тебя есть какая-то такая вот интрига. Опять же, это зависит тоже от твоего Инстаграма. Очень, очень положительно. И когда у тебя хороший Инстаграм раскрученный, то есть когда там он интересен, он приходит, вот не фанс там ищет его что-то. То есть, и там, знаешь, такая многоходовочка. Ты идёшь по ступенечкам. Да. Скажи, а насколько важно именно считать себя красивой, сексуальной? Ну, вот это вот всё. Ну, это очень важно, конечно. То есть, является ли это фундаментальным навыком? Я думаю, да. Я думаю, да. Вот, потому что я встречала таких девчонок, которые вот они, если вот прям вот их адекватно так расценить, что вот они вот прям по канонам, ну, не по всем поводят, что вот они прям суперкрасотки, но вот они прям ощущают себя суперкрасотками. И они несут в это вот массы, и это работает. Их уверенность в себе. Да, их уверенность. Да. Всё, я поняла. Окей. Настя, что твой вопрос? У меня возник вопрос прямо здесь, сейчас мне стало интересно, Жанра. А есть ли у тебя комплексы? Комплексы? Да. Слушай, ну, на самом деле, конечно, есть. Я, на самом деле, очень часто делаю контент, ну, вот, и я делаю контент, ну, как бы, ну, вот абсолютно, ну, нэйки, то есть там как бы все мои комплексы могут быть, ну, как бы, считаемы, то есть, ну, это всё подача себя, то есть ты учишься. Я бы сейчас попросила Жанну раздеться, просто это одно из самых идеальных тел, которые я когда-либо видела. Ну, допустим, ладно, продолжай себя, давай. Ну, это всё, ну, в подаче своего тела, то есть, ну, типа, я знаю свои позы, я стараюсь, ну, типа, на протяжении всего, того времени, когда делаю контент, вот, из коронной позы выходя в более такую, то есть, ну... Знаешь свой ракурс? Да, знаю свой ракурс. Знаю свой ракурс. Но если ты знаешь, что у тебя, ну, какой-то вот момент, не знаю, тело лица, ещё чего-то не идеален, ты будешь его как-то прятать? Он может быть в момент не идеален, но в потом момент я... Перекрываешь? Да, перекрываю. Потому что мы все не идеальны. Циклится на неидеальности, ну, это... Определённо, ты одна из самых красивых девушек, кого я знаю, ну, то есть, камон. Твой вопрос. Что для тебя идеальный отдых? Отдых идеальный, когда никто мне здесь не пиздит. Нет, вообще, мой идеальный отдых, это, конечно, нельзя говорить на YouTube, но мы сейчас запикаем слова на... Дальше поняли. Ну, то есть, я люблю... Я люблю разъебаться. Ну, то есть, вот мне надо, мне надо поговорить с собой, мне нужно потанцевать, мне нужно пописать музыку. Я, конечно, могу всё это делать трезво, если дела, но я люблю катализаторы. Мне это важно. Мне это важно делать в моём пространстве. И, на самом деле, для меня отдых — это создание чего-то. То есть, я никогда не бухаю просто так, не употребляю просто так. Если я юзаю свой организм, я его юзаю для чего-то. И самый лучший для меня отдых, наверное, забраться на какую-нибудь вершину горы на Бали, нафигачица там ***, за которых дают огромные сроки, но, ой, мы же это выезжаем, да? И, ну, поговорить с Богом, например. Для меня это идеальный отдых. Там кто-то есть, и я периодически держу связь. Настя, вопрос. И твой последний. Если бы у вас был безлимит денег, вот прям всё, все потребности закрыты, вот безлимитная карточка. Так он есть. Ладно, окей, хорошо. У тебя нету желания больше? Ты не хочешь больше зарабатывать? Нет. Всё, у тебя как бы ты достигла своего... Нет, я знаю, кого можно попросить. Ладно. Ну, в общем, вопрос такой. Если у вас безлимит прям максимальный денег, чем бы вы занимались на самом деле? Ну, вот всё, вся жизнь обеспечена. Тем же самым. У меня вся жизнь обеспечена, я занимаюсь тем, чем я хочу. Супер, а ты? Ну, когда твоя жизнь обеспечена всем, чем ты можешь себе захотеть, это же вопрос твоей личности. Я бы, наверное, занималась развитиями своей личности. Например? Потому что я бы себе уже бы купила всё, что бы я хотела. Так, критизируешь. Да сейчас мы тебе всё купили. Подожди. Сумки, я бы всё себе купила. Я бы, блядь, тебе хочется сумок? Я бы недвижимость. Я бы тогда начала бы. Зайка, сумок нет? Хочется сумок? Слушай, ну сумки есть. Ну, слушай, сумок много не бывает. Много бывает. Шесть максималка. Шесть? Ну, конечно. Больше ты не поносишь. А вот у меня есть такая тема, что меня надоедает в этом моменте. Я меняю. Блядь, а у меня есть такая тема, что я забываю, что у меня есть эта сумка. Потом я захожу на склад, и такая очень... Не, на руке недвижимость. То есть ты купила недвижимость, ну, вот там, где ты живешь, в Индонезии купила себе недвижимость. Потом я купила недвижимость себе в Испании, я купила себе дачку. То есть я купила себе всё, что я бы хотела. Короче, дом, дачку. Я бы на самом деле, я бы начала нырять внутрь себя. То есть для того, чтобы тебе мешает внутрь себя отсутствие недвижимости. Правильно? Ну, а что еще остается делать, кроме того, как у тебя все есть? Это тайные виды на гору Фудзи. То есть все, у тебя прям вот все есть. Все от чего-то ты можешь себе материальное позволить. Не знаю, мне кажется, я просто думала этим вопросом, что бы я делала, если бы у меня был безлимит вообще всех денег. У тебя никогда не было безлимита? Нет. Вот у меня просто очень сильные хотелки, и у меня вот моя идеальная жизнь, куда я стремлюсь, да, это у меня недвижимость в трех точках базы. Я знаю, в базе за базу. Да, именно. Везде свой гардероб, везде своя тачка, и не одна. Я фанат машин просто, я прям в этом плане. Мне дашь поездить? Да, и на первый, да. Вот. И я перемещаюсь на своем самолете, я максимально свободна, на самолет скинем себе, проще линдовать, малыш, ну, блядь, свой воздух. Ну, если у меня безлимит денег, мы вот сейчас же мечтаем, размышляем, то у меня там свой самолет, я перелетаю, летаю, вот так живу, я понимаю, что у меня была бы, наверное, потребность отдавать, создавать, занимать какие-то места в разных рынках, там делать и товарный продукт, и инфопродукт, благотворительность. Благодарительность, она, наверное, по жизни все равно всегда есть. Вот вопрос, те люди, которые нищие, зачем им помогать? Они себя сделали нищими. Я помогаю нищим людям, я помогаю, вот у меня есть моментик. У тебя немножко возникает такое, что, типа, у тебя все есть, у них все нет. И что? Это они выбрали. И что? Они к этому пришли как-то? Они могут от этого как-то уйти? Короче, если вот так вот быть честной под шампанский, допустим, пару раз в жизни у меня была безлимитная карта. Например, у меня был друг, который случайно попал, ну, допустим, в аварию в Дубае. И так получилось, что он там лежал в очень дорогой клинике трое суток без сознания. Его девушка впала в ступор вообще, а я трое суток вот так вот с ним просидела, за ручку, блядь, держа его вот так, потому что это был мой прям реально близкий друг. И когда он пришел в себя, это не было целью, это не было каким-то моим продуманным ходом, манипуляцией. У меня вообще, кто меня знает вот близко, они знают, что у меня есть принцип. Я не играю со своими. Если играть со своими, то будет чувство, как будто тебя любят за деньги. То есть тебя любят за фишки, и ты не уверен, что ты вообще людям нравишься к этому человеку. Я этого не люблю. И после того, как он пришел в себя, мы потусили еще немножко, что-то поговорили, что-то еще сделали. И он мне просто дал карту, просто такую серебряную карту, красивую. И он сказал, что здесь больше денег, чем ты можешь потратить за жизнь. Вот карта, вот Дубаймол, иди. Я не пошла в виде зеркор. Я не стала наглезть. Я просто скупила дисквариды и баленсиаги на 100 тысяч долларов. Мне на тот момент показалось достаточным. И я в какой-то момент поняла, что я перешла этот момент денег. То есть, сейчас немножко сделала отсечку Каязу Шабудинову. В общем, есть предел денег, которых ты можешь потратить. Это 6 миллионов в месяц. Дальше у тебя деньги просто цифры на бумажке. И суть в том, что когда я прошла этот предел, я выебывалась. Я не могу сказать, что я прошла его достойно. Но определенно и четко я понимаю, что даже сейчас я нахожусь на том этапе, когда деньги для меня это цифры на бумажке. И все, что я могу сейчас, это оставить что-то после себя. Что я могу оставить после, это то, что я умею делать лучше других. Моя точка гениальности, мой талант. И если выбрать сейчас все мои необходимые действия, ну я прочла сейчас пару книг. Айн Рейн, например. Я хочу с ней конкурировать. И то, что я сейчас выпущу, я думаю, что это будет стоять на одном уровне. И один очень уважаемый паска прочитает эту книгу и просто в какой-то момент пойдет в комнату, в которой он будет плакать, дрочить. Вот. Такая мечта. Ой. Ну вот видишь, да, хочется, когда у тебя безлимит, плодиться. Как-то плодить себя. Хочется понять себя. Да, но очень большая рекомендация понять себя раньше, чем у тебя будет безлимит денег, потому что безлимит денег может никогда не быть. А ты у себя всегда есть. И мои самые большие моменты осознания себя были тогда, когда у меня ничего не было. Когда мы жили в тюрьме, когда у нас было 20 долларов на день. и я могу сказать, что этот момент он сделал из меня ту, которую я представляю вот сейчас. На этом наш подкаст будем заканчивать. Если вам понравилась позиция Насти, пишите об этом в комментариях. Если вам ближе позиция Жанны, также жду вашу аргументированную позицию в комментах. Не забывайте ставить колокольчик, подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. И также напишите, пожалуйста, мне ответ на вопрос, что бы вы делали, если бы у вас был любилимит денег и как бы это повлияло на вашу текущую реальность. С вами была Настя Рыбка и подкаст Стивология. Всем спасибо, что слушали. И всем пока.